Всем привет, мои хорошие! Сегодня я хочу показать рецепт фруктового салата. У меня такие фрукты. Виноград, тёмный виноград, киви, апельсин, мандарин, манго. И заправлю это лесным земляничным йогуртом. Йогурт этот очень качественный. И что самое интересное, я люблю делать фруктовые салаты, но я первый раз сегодня буду пробовать добавить туда свежий огурец. Сейчас я вам наглядно всё покажу, как можно из всего этого сделать такую вкусняшку. Особенно знаете, кому это полезно? У кого ночью такой жор просыпается и хочется что-то поесть, то этого, когда вы ночью просыпаетесь и вам охота кушать, такой ночной жор, то этого можно есть очень много. И никто не потолстеет. Вот правда, правду вам говорю. Я беру вот такую тарелку. Большую. И буду всё поочерёдно сюда выкладывать. Первый раз фруктовые салаты я увидела 15 лет назад в Финляндии. У нас в Эстонии я их нигде не видела. В продаже на прилавках. Или ещё где-либо. Какой-то такой киви не совсем созрел. Ну, я это всё высыпаю сюда. Теперь я нарезаю огурец. Ну, конечно, я думаю, все прекрасно знают, понимают, что все овощи промываются. Я буду нарезать вот такими дольками. Вы можете нарезать, как вам нравится. Но я вот люблю вот так, потому что мне нравится, когда кушаешь фруктовый салат, чтобы каждый фрукт отдельно ощущался по вкусу. Я вот нарезаю такими крупными дольками. Ну, не надо, чтобы они совсем толстые были. Значит, это будет не то. И фруктовый салат можно есть не только летом в жару, да и вообще он полезен, как источник витаминов зимой. Теперь я добавлю два бананчика. Бананы обязательно. Напишите мне в комментариях, кто из вас пробовал когда-нибудь делать фруктовый салат. Кто только собирается попробовать и вообще, что вы об этом думаете. Я вот тоже банан вот такими дольками режу. Очень многие люди привыкли вообще, что салат это что-то такое с майонезом, со сметаной, да, с огурцами соленными, особенно эти оливье. Так называемым, как я говорю, Господи, упаси меня от них. Я как вспомню в детстве, эти оливье с этой колбасой, с солеными огурцами. Это все так... Не, ну, ели, конечно. Но я, кстати, сделаю видео, когда про салат, я вообще покажу вам, как делается настоящее оливье. И что туда добавляется, чтобы это было все вкусно, натуральное и на желудок легкое. Сейчас я еще нарежу сюда один апельсин. Так, апельсинка. Еще одна. Так как апельсин все-таки очень сильно по вкусу ощущается, одного будет достаточно. Он очень хорошо доминирует с остальными фруктами и усердствовать особо с ним не нужно. Ну, еще один мандарин. Мандарин, он более такой сладкий. Так, я сейчас высыплю апельсин. Ну, еще один мандарин. Мандарин, он более такой сладкий. Мандарин я вот так выкладываю. Кисунь. 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 Кисунь сидит и смотрит, как мама делает салат. Мандарин. 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 Скажи, будет вкусный у нас салат? Мандарин. Мандарин. Кисунь прямо у меня переживает. Мама что-то готовит, но нет ни ее запахи. Вот. Вполне одного мандарина тоже достаточно. Добавляю сюда. Вот, как говорится, всего по чуть-чуть. Вот манго. Я сначала один разрежу. Посмотрим, сколько тут получится. Я решила его сейчас еще почистить. Я его разрезала. Сейчас я его почищу еще от кожуры. У меня тут свой некий метод есть. Как я буду его крошить? Можете написать мне тоже комментарии. Хейтеры могут меня обосрать. Ну, не без этого же. Есть же такие любители написать. Ну, ничего. Я послушаю. Почитаю. Ну, короче, вот с манго у меня полный пипец. пипец. Поэтому всегда его вот так нарезаю. Просто вокруг этой косточки и там дальше как получится. Так. Вот. Манго. видите уже какой микс получился всего. У меня вот такой мелкий виноградик без косточек. С ним я вот этот виноград особо, наверное, резать на дольки не очень надо. Потому что он такой мелковатый. Я специально такой купила. А еще мне вот такой темный виноград. Ну, тут уже я его порежу пополам, потому что он такой большой внутри косточки. Эти косточки надо удалять. Сразу буду его выкладывать. Вот. Я все удаляю. Виноград я пополам порезала этот темный. Косточки удалила. А сейчас последнее у меня будет яблоко. Яблоки я советую, кстати, вот если будет добавлять в салат яблоки или яблоки, то вообще чтобы это было очень сладкое яблоко, потому что эти с кислинкой они портят вкус сразу на фоне вот всех этих фруктов. И яблоко можно в принципе даже половинку, если это яблоко, если большое, достаточно будет половинки. Яблоки, да, желательно, чтобы было все это мелко. Ну вот, смотрите, какой у меня шикарный микс получился. Я так поближе покажу. А теперь я добавлю сюда йогурт. Можно, конечно, этот добавить йогурт, который без сахара, без вкусовых добавок и без там всякой малины, клубники. Но я добавлю вот такой. У меня йогурт очень такой, кстати, вкусный. с натурального молока. У нас очень качественные в Эстонии, кстати, молочные продукты. Особенно, что подороже, так это вообще. И я сейчас полью немножко и чуть-чуть размешаю. Вот такой йогурт с лесной клубникой. Лесная клубника. Я вот так ложечкой полью. тут у меня 350 грамм йогурта на все это количество фруктов. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я их между собой очень сильно перемешивать не буду. я просто вот так по кругу размешаю. Вот в этот раз с огурцами это будет что-то очень интересное. и в холодильник. Вот. Можно подавать не только на праздничный стол, но и вообще на каждый день. Кто сидит на диетах, кто не может есть тяжелую пищу. Вообще очень полезно. Согласитесь, получилось просто очень аппетитно. но очень аппетитно. Давайте я попробую. Смотрите, какая красивая тарелочка сегодня. Я вот возьму всего по чуть-чуть. И апельсинчиков тут. И киви. и виноградико. Всего тут и манго. Сейчас буду пробовать. Остальное пойдет в холодильник. Ну что, давайте я попробую. Как вкусно это получилось. вкусно. Слушайте, вкусно. Тут сразу почувствовалось что-то новое. Огурец. Я его рожжиганчик никогда не добавляла. Мне кажется, хоть именно огурец какой-то такой какой-то некую свежесть что-ли придает. Разбавляет эту кислинку апельсина, мандарина. нет. Все-таки когда я добавляю йогурт со вкусом, намного вкуснее, чем йогурт, который без сахара. Ну конечно, кто из вас диабетик или там еще что-то, какие-то противопоказания, то конечно этот у нас называется еще греческий йогурт в Эстонии, я не знаю, как в других странах, который без вкуса, без сахара. с огурцом это самое тое, я никогда не думала, что огурец может так поменять вкус. Вроде он как овощ, это не фрукт. пишите мне отзывы в комментариях, какие салаты вы фруктовые пробовали сделать, что вы вообще про это думаете о фруктовых салатах. Вкусно. Полезно и такая легкость все равно остается после этого салата в желудке. Так что ж, пробуйте. Так что ж, мои хорошие, делайте свой фруктовый салат, он обязательно у вас у всех получится. Я не думаю, что он у кого-то не получится, потому что это просто нереально. Вы можете по вкусу добавить какой-то свой особенный фрукт, который вам по душе. Не обязательно делать прям как у меня, но это мой такой основной и который мне полюбился с годами. В этот раз просто с огурцом. Пишите отзывы. Кто страдает ночными жорами, советую запастись фруктовым салатом в холодильнике на ночь. Самое-самое то. Вот так. Ну ладно. Пока-пока, мои хорошие. Пробуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...